Из глубины России, от Демидовы, И кто наш город счет своих датам? Марина Гонцова – методист городского дворца детского и юношеского творчества. В свое время преподаватель Нижнетагильского пединститута, автор научных работ, а теперь еще и автор книги. Об ее издании мечтала с 2005 года, когда поступила в аспирантуру, а потом защитила кандидатскую диссертацию на тему «Повседневная жизнь индустриального центра в годы войны» на примере Нижнего Тагила. Но средств на издании не было. К идее книги мы вернулись в 2021 году. На это сподвигло два события. Во-первых, в 2020 году было присвоено Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести». И мы с вами готовимся к ярчайшему событию в истории нашего города – это 300-летие. И вот как раз между двумя этими замечательными событиями возникла идея все-таки воплотить мечту в реальность и опубликовать уже те материалы, которые были получены в рамках научного исследования. И для исполнения задуманного решила заявиться на конкурс социальных проектов «Евраз. Город друзей. Город идей». Коллеги из дворцах, которые, к слову, всегда в самых активных участниках и неоднократный победитель этого конкурса, поддержали. Экспертный совет за работу Гонцовы проголосовал единогласно. И проект стал одним из 13 тагильских победителей. А число 300 стало счастливым. Грант – 300 тысяч. Издано 300 экземпляров книги. И это, безусловно, подарок 300-летию города. Грант потрачен на редакторскую работу, верстку, печать и переплет. По опыту конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей», который уже больше 10 лет мы реализуем, это первый проект, когда мы поддержали полиграфическое издание. Потому что это не книга как таковая. Я думаю, как все сегодня убедятся на презентации, как говорит сама автор, как есть на самом деле. Это реальный проект, в который вовлечены люди, которых, к сожалению, уже сегодня нет. И что самое важное, этот полиграфический продукт останется еще на очень много лет. И из него будут получать дети или интересующиеся истории люди, получать достоверную, объективную информацию от очевидцев того времени, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше день ото дня. Это не учебник истории, говорит автор, а воспоминания реальных людей, живших в Тагиле в военные годы, о питании и повседневной жизни, о том, как, не жалея сил для победы, тагильчане трудились на предприятиях города. Тут и редкие снимки тех времен. Фото предоставлены в основном из личных коллекций тагильчан. Часть экземпляров передана в Центральную городскую библиотеку, в Музей-заповедник, в Муниципальный архив и в Главный детский дворец города.